Здравствуйте, Виктор Ильич Лавич. Все помнят трагические события, которые произошли 14 июля 2006 года в микрорайоне Шанрак города Алматы. Хотелось бы узнать вашу позицию в целом в этом вопросе. По вашему мнению, что послужило причиной? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Радной встречи с вами. Спасибо за вопрос. Да, это уже история. Лет 1989 года было ознаменовано сообщение в средствах массовой информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Алматинской области. Произошел самозахват участков земель, которые относились к категории и сельскохозяйственного раздачения. Группа молодых людей, ну и не только молодые, там были пожилого возраста люди, произвели самозахват земли. И начался процесс деления земли на участки и раздачи их, помимо власти, которая функционировала в Алматинской области. Это было очень такое тревожное событие. В республике Казахстан такого никогда не было, чтобы был массовый захват земли. Естественно, областной комитет партии, правительство, центральный комитет партии, все выжидали, что же делать дальше. И областной комитет, первый секретарь обкома партии, пригласил меня к себе и говорит, что вместе с моим секретарем обкома партии Шарипом Амаровым поедешь туда и разберешься, в чем там дело и что необходимо сделать, для того, чтобы снять все эти вопросы. Я ответил, что я работаю в городе Алматы, это Алматинская область, меня там никто слушать не будет. Но он меня успокоил, я сам знаю, кого куда посылать. Мы поехали на место, и там была группа людей, которые уже забили колышки, сделали разметку, и они были очень решительно настроены. Кто держал лопату, кто лом, кто еще. Какое-то орудие производства по разметке этой земели стояли решительно и готовы на все защищать эти участки. Переговорив с ними, выяснив настрой этих людей, написали записку первых секретарем обкома партии, тогда был Тюлебеков Касым Хожибаевич, на основании которой он пошел в правительство и принял единственное, я считаю, на тот момент правильное решение, поскольку народ образовался в группу лиц, сейчас Бенназарбаев назвал ее организованную преступную группировку, и эта группа лиц требовала, чтобы выделили земельные участки для строительства жилья людей, которые не имеют жилья в Республике Казахстан. Совет министров, Центральный комитет пошли на встречу, было принято поставление правительства о том, чтобы ликвидировать колхоз Заря Востока, совхоз Ставугуль, частично забрать земли, захваченные самозахватчиками у колхоза Луч Востока, у совхоза Аксай, и эти земли отдать для распределения этим людям, которые назвали себя союзом бездомных людей. И началась работа, учитывая то, что земли были захвачены в Алматинской области, было принято решение, земли, которые уделяли для этой группы людей, передать городу Алматы, и так город Алматы получил мощную головную боль с учетом своего небольшого бюджета, и получили эти земельные участки для распределения среди этих лиц. Вот так появился шамерак у нас в городе Алматы, так появились земли, захваченные этой группой. Но я считаю, что классический пример, когда низы не хотят так жить, верхи не могут. Люди захотели сами образоваться в группу и управлять самими, и получить земельные участки, захватив их, посчитав их действия правильными. Это как раз самоуправление в самом зачатии, когда советская власть не могла обеспечить людей жильем, и люди решили сами, захватив землю, строить свои дома и обеспечить себя жильем сами. Вот это то, что послужило причиной появления этого микрорайона Шамерак в Алматы и дальнейшая работа по распределению этих земельных участков об устройстве этой земли. Что было сделано в этих микрорайонах Вашей администрации в период Вашей службы на должности Акима города Алматы? Что было сделано администрацией города Алматы в период моей службы на должности Акима города? Да, была проделана колоссальная работа. Во-первых, нужно было сделать топосъемку, вынести в натуру, разработать проектно-смертную документацию, сделать разбивку, разметить улицы, участки, отработать генплан, определить социально-культурное назначение объекта, которые должны строиться в этих микрорайонах, выдать правоустанавливающие документы. И здесь мы опирались на союз бездомных. Это лица, которые вошли в этот союз, показали пример, как они могут сами управлять этим процессом, готовить все документы, с учетом того, что в эту комиссию с союзом бездомных вошли все руководители структурных подразделений, от кого зависела правильная подготовка документов при выдаче правоустанавливающего документа всем лицам, которые союз бездомных определял, как граждан, которые имеют право получить земельный участок именно в этой части города Алма-Аты. Началась рутинная работа по подготовке документов, выписывание, принятие постановления Акима города Алма-Аты. И в самый короткий срок эта работа была проделана. Мы выдали все документы, и началась работа по обустройству этих микрорайонов. Ну, достаточно сказать то, что мы получили десятки тысяч земельных участков без единого тенге для строительства объектов социального назначения дорог, водопровода, электросвещения, объектов социально-культурного назначения, школ, детских садов и так далее, чтобы эти микрорайоны полноправно заработали и могли выполнять те функции, которые относятся к живым микрорайонам того или иного населенного пункта. По генеральному плану города Алма-Аты мы построили две школы. Микрорайоне Шенрак-1, микрорайоне Шенрак-2. И было приятно видеть, когда люди привели своих детишек в первый раз, в первый класс, в новую школу. Какая радость была на их лицах. Хочу отметить, что все выступающие выступали в основном на государственном языке. И было приятно слышать, как люди говорят о том, что было сделано за короткий срок для жителей этих микрорайонов. Короткий срок мы провели водопровод, освещение. Начали обустраивать уличное освещение. Люди ходили пешком от микрорайонов Шенрак-1, Шенрак-2 до проспекта Раимбека. Ни автобусы не ходили, ничего не было в этих микрорайонах. И ежегодно мы строили по 40 километров асфальтированных дорог и 40 километров гравийных дорог в этих микрорайонах для того, чтобы на следующий год уже их покрыть асфальтированным покрытием. Я считаю, что это заслуга наша. В школе мы создали соответствующие условия для работы участковых инспекторов, санитарных врачей, залы для показа кинофильмов, для собраний жителей на местах. И обходя все эти микрорайоны, я видел, что многие участки пустовали, поскольку люди не дождались инженерного обеспечения, все бросили и не стали осваивать эти участки. Мною было дано поручение Горкомзему и Алматы Генплан и Гипрогор провести полную инвентаризацию всех земельных участков, что было сделано к концу лета 2004 года. Были составлены карты, списки всех лиц. и ревизия этих участков показала, что тот участок, на котором произошли эти трагические события в 2006 году, они были свободными. В прессе широко освещались трагические события в Шанраке. Как вы думаете, можно ли было избежать кровавых событий? Бесспорно. Это мое твердое убеждение, можно было избежать этих кровавых событий, а причиной послужило этих кровавых событий то, что власть не смогла выстроить диалог с теми лицами, которые самовольно захватили в том понимании, как сказала администрация 2006 года города Алматы, что произошел самозахват этих земельных участков и построены самовольно какие-то домостроения или строения. И вот отсутствие диалога с населением выяснение причины и послужило администрации проведение такой, я бы сказал, трагической операции, как снос этих строений, которые были построены на этих участках. Прикрывшись решением суда, рано утром группа лиц, судоисполнитель пришли на место, потренировавшись перед этим на микрорайоне Бакай и не получив достойного отпора от людей, власть была уверена, что точно так же народ снесет то, что задумала власть. Но в этот момент люди, которые построили свои последние деньги жилые дома, встали на защиту своих жилых домов. И произошло то, что не должно было случиться. Пролилась кровь. И поэт Арон Атабек встал на защиту жителей этого микрорайона, за что пострадал и до сих пор находится в местах не столь отдаленных, и многие люди в этой связи пострадали, много было раненых, погиб один полицейский. И это просто чрезвычайная ситуация, произошедшая в микрорайоне Шанарак, дает мне лично сказать, что именно с этого момента Мурсултан Назарбаев через своего ставленника Еванголита Смагометова начал запугивать народ Казахстана. что власть имущие никогда не будут считаться с простыми людьми, а всегда покажут право ли власть, не право ли власть, покажут свою силу и покажут любому гражданину Казахстана, какое он ничтожество по отношению к власти имущей. поэтому эти события в Шанараке прямо лежат на руководителе города Алма-Аты имманголита Смагометове, пролитая кровь, и я думаю, что какие преступные команды не отдавал Нурсултан Назарбаев на местах с целью запугивания народа, чтобы они жили в страхе и боялись власти в Казахстане, никто не имел права проливать кровь. Да, если имело место самозахват, самовольное строительство, нужно, необходимо было индивидуально с каждым застройщиком, самозахватчиком разговаривать, и причем в тот момент, когда происходил захват. Имманголит Смагометов пришел в город Алма-Аты в декабре 2004 года. Весь 2005 год никто не предъявлял претензий к этим людям, и в 2006 году после проведенных выборов президента Республики Казахстан, Атас Магометов сам приезжал на место, телевидение показало это по всему миру, и уговаривал людей пойти на выборы, а после проведенных выборов президента мы решим все ваши вопросы, которые вылились вот в такой фарс власти, еще раз подчеркну, что это просто шел процесс запугивания власти. Дальше был Жана-Озень и другие события, где власть уже уверенно применяла силу, и сегодня народ Казахстана живет в страхе о том, что каждый момент может произойти непоправимый причем на любом участке и территории Республики Казахстан. Вот, если коротко я ответил на ваши вопросы, еще раз благодарю за вопросы, и надеюсь, что уважаемые зрители будут смотреть мой YouTube-канал, подписываться на него, и до новых встреч! Продолжение следует...